Но у команд сегодня все СМИ города ждали на стройке перинатального центра губернатора. Руководитель региона прибыл строго по расписанию, но общение с журналистами оставил до вечера. Ведь вопросы по стройке федерального объекта непростые. Повисшая над площадкой тишина не лучший для нее знак. Губернатор, обычно охотно общающийся с прессой, в этот раз не спешил комментировать журналистам ситуацию на объекте федерального значения. Вся делегация со строительной площадки молча проследовала в городскую больницу. Там за закрытыми дверями и прошло совещание. О сути разговора на высшем уровне в четырем часам дня, когда верстался этот сюжет, комментариев еще не было. Очевидно лишь, что проект, который изначально должен был стать гордостью края Норильска, сейчас оброс клубком проблем. Уже несколько субподрядчиков обратились в суды из-за сбоев с оплатой их работы. Письмо в прокуратуру с просьбой разобраться с ситуацией направила и Норильская администрация. Краевое руководство в некотором роде тоже в списке пострадавших. Им, если что, отвечает на федеральном уровне за сбои при строительстве объектов. Ведь 32 аналогичных перинатальных центра, струющихся по всей стране, сейчас на особом внимании контрольного управления президента. Цена Норильского проекта 3 миллиарда 350 миллионов рублей, из которых сегодня не освоен даже миллиард. При этом федерально-краевое финансирование идет поэтапно и исправно. Главные вопросы к подрядчику, а он, в свою очередь, кивает на изменения в первоначальном проекте. Если в начале срок сдачи центра планировался на 2018 год, то теперь эти сроки вызывают сомнения, ведь стройка вернулась на круги своя после обнаружения ошибок в проектировании. Возводить объект начали без вентилируемого подполья, что архиважно в условиях Крайнего Севера. Когда промах стал очевидным, уже установленные сваи пришлось выкорчевывать. Налицо и задержки с доставкой стройматериалов, непонимание исполнителям особенностей региональной логистики. Но самые большие неурядицы на объекте в отношении главного подрядчика с местными строителями. Третий субподрядчик за последние полгода уходит со стройки в суд с иском. Так что на визит губернатора здесь в любом случае возлагают большие надежды. Ведь судебная история всегда долгая, а подвешивать во времени стройку не хочет никто. Ольга Кузнецова, Иван Усачев, новости Северного города. Пока глава региона обсуждал строительство перинатального центра, депутаты на сессии городского парламента скорректировали бюджет этого года. Изменения вызваны дополнительными поступлениями средств в Норильскую казну. Норильск уже третий год реализует мероприятие по росту бюджетных доходов и повышению эффективности расходов. Связано это с нестабильной экономической ситуацией в стране, курсом доллара и снижением цен на цветные металлы. Поэтому одним из главных направлений корректировки бюджета стала оптимизация расходов. Только на командировках, связи, подписках, транспорте, текущих и плановых ремонтах удалось сэкономить в первом квартале почти 250 миллионов. По итогам прошлого года остатки средств в дорожном фонде превысили плановые показатели на 240,9 миллиона рублей и составили 742,5 миллиона. С учетом фактического исполнения за первый квартал текущего года, а также сведений, предоставленных основным налогоплательщикам территории ГМК Норильский Никель, уточнены плановые поступления доходов, формирующих муниципальный дорожный фонд. В 2016 году дополнительно ожидается 430 миллионов рублей. В целом бюджет изменился так. Плюс 470 миллионов к доходам и почти 220 миллионов к расходам. Что касается нецелевого использования 34 миллионов рублей в прошлом году, то виновных уже привлекли к ответственности, сообщил председатель контрольно-счетной палаты. Остановление управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю о назначении административного наказания по этим делам руководителя ЖКХ администрации привлечен к административной ответственности. Галина Навроцкая, Александр Вори, новости Северного города. В новом учебном году в двух норильских школах откроются спецклассы. В третьем лицее класс естественно-научного профиля, а в первой школе инженерно-технический класс. Напомню, еще в прошлом году гимназии и лицеи приравняли к общеобразовательным школам. Это сказалось на уровне финансирования, который теперь одинаков для всех. Тогда же в Красноярском крае создали сеть специальных классов, чтобы вывести на высокий уровень математическое, естественно-научное и техническое образование. И в этом году в крае откроется уже 50 таких классов. Спецкласс естественно-научного профиля распахнет двери в третьем лицее уже в сентябре. Особое внимание здесь будет уделено химии и биологии. Спецкласс и предполагает более углубленное изучение предметов, по сравнению даже с профильными группами. Одно из главных условий проекта – постоянное сотрудничество с вузами. С нами сегодня заключены договоры, проведены уже предварительные встречи. И учреждениями высшего учебного заведения, это наш Норильский государственный индустриальный институт и Норильский медицинский техникум, разработаны специальные программы для наших детей. То есть они будут соисполнителями нашего проекта по открытию специализированного класса естественно-научной направленности. У учеников спецкласса будет школа полного дня. После уроков ребят ждут выезды в вузы, факультативы и активная подготовка к ЕГЭ. График довольно жесткий и рассчитан на тех, кто уже четко представляет свое будущее и готов ради него работать по формуле 24 на 7. Набор спецкласса уже открыт и будет проводиться на основе конкурса аттестатов. Также в зачет пойдут результаты Олимпиад и конференций. В лицее уже ждут всех желающих основательно изучать химию и биологию. Я считаю, что это направление очень перспективное для меня, так как я хочу стать химиком-технологом, я планирую стать химиком-технологом. Я хочу познакомиться с этой профессией, подготовиться к ЕГЭ, к Олимпиадам. В профильный класс пошел я, потому что химия мне с самого детства нравится, и это связано с моей будущей профессией на химико-технологах. Этот класс как раз таки позволяет познать химию не только теоретически, но и практически. Второй спецкласс – инженерно-технический, откроется в школе номер один. Здесь школьников ждет углубленное изучение математики и физики и подготовка к Олимпиадам различных уровней. Значительный акцент также делается на подготовке школьников к учебе в вузах. Ребята, которые будут обучаться в специализированных классах, будут уже создавать различные проекты, научно-практические работы, реализовывать их и получать определенный опыт для дальнейшего обучения в школе высшего образования. Соответственно, открытые лекции, лабораторные работы, знакомство со специальностями, которые можно получить на базе Норильского индустриального института. Кстати, первая школа – единственная в Норильске, где спецкласс работал и в прошлом году. Так что некоторый опыт в организации сложного учебного процесса уже есть. Прошлогодняя программа была рассчитана на 10-11 классы. В этом году школа номер один приглашает учеников с 8 класса. Педагоги ожидают, что за 4 года усиленной подготовки школьники смогут добиться потрясающих результатов. Анастасия Гринько, Александр Вори, Новости Северного города. А вот в медиашколе АИФ, работа которой в Норильске стала, возможно, благодаря поддержке Норильского никеля и медиакомпании «Северный город» занятия завершились. 7 месяцев 39 ребят активно учились писать тексты для местных СМИ, попутно знакомясь с толстями журналистики. Автор и ведущий проекта, опытный журналист Игорь Попов, ежемесячно приезжал в наш город, чтобы дать ребятам представление о профессии. Как это было и какой след медиашкола оставила в жизни норильских школьников, смотрите далее. Медиашкола АИФ для норильских школьников впервые открыла двери в ноябре прошлого года. Меньше скуки и больше практики. Под таким девизом шло 7-месячное обучение. Написание и обсуждение текстов, дискуссии на актуальные темы и экскурсии на предприятия норильского никеля с последующим описанием увиденного. Вот чем занимались будущие журналисты. Ребята смогли попасть на производство, посмотреть воочию, как плавится металл, как добывается руда, как работают наши горные подразделения, металлургические заводы, предприятия обеспечивающего комплекса и все наши дочерние общества. Я думаю, что в том числе это было полезно с той точки зрения, что отраслевиков и журналистов, которые пишут на производственные тематики, особенно ценят в любых изданиях и в любых компаниях. На церемонии награждения многие выпускники с трудом сдерживали слезы. Благодаря медиашколе для них учебный год стал богатым не только на новые знания, но и яркие впечатления. Например, радость от первых успешных публикаций в местных газетах. Курс медиашколы окончили 36 человек, почти в два раза больше, чем планировалось. Норильские дети оказались талантливыми и ограничиться двадцаткой лучших организаторов не смогли. Многие школьники, отучившись, утвердили в своем желании поступать на журфак. Единственное, о чем жалеют ребята, что время пролетело очень уж быстро. Я узнала о разделах журналистики, о том, как правильно это пишется, о том, какие нюансы, чтобы написать, что надо нового узнать, как заинтересовать человека, как выцепить из него информацию. Это много знаний, это много мне дало в написании текста. Теперь я считаю, что я более профессиональная, их пишу, нежели чем до курсов. Медиашкола дала мне одно важное знание. Я все время считала, что телевидение это мое, что я люблю камеру, камера любит меня. Но потом я поняла, что человек, который сидит дома и смотрит телевизор, он может быть отвлечен на что-то другое. Он может сидеть в телефоне, читать книгу, гладить какие-то вещи или животных. Но когда человек берет в руки газету, он вчитывается, и все твои мысли, все твои старания, которые ты вкладываешь именно в газету, они идут прямо в душу. То есть я, наверное, выберу печатные СМИ. Мы очень много обсуждали разных тем, насущные проблемы сегодняшнего дня. Говорили о основе журналистики, изучали темы, жанры нам рассказывали. Ездили на экскурсии, очень понравились экскурсии. Мы ездили на Надежинский завод, показали нам процессы и людей. Главное, что мы познакомились с людьми, которые там работают, и, конечно, напечатались в СМИ. Кроме выпускников, значение и успех проекта отметили и те, благодаря кому удалось реализовать идею медиашколы «За полярным кругом». Из этих 36 детей 30 человек печатались в газете уже. То есть это материалы на такой печатного уровня. То, что можно по-настоящему, не как детские тексты, взять в газету. Поэтому я считаю, что проект удался. И очень мы хотим, чтобы он продолжался, чтобы в нашу компанию приходили сначала дети учиться, потом приходили молодые журналисти работать. Проект действительно уникальный, и он важен даже не потому, что дети выберут для себя профессию в будущем журналиста. Важно, что они умеют. Он учит их вообще общаться друг с другом, правильно оценивать какие-то жизненные ситуации, общаться с разными людьми вообще просто по своей жизни. Что касается дальнейшего сотрудничества, то все стороны подтвердили свою заинтересованность в нем. Но подробности пока держат в секрете. Этот пилот, на мой взгляд, показал высокий интерес наших выпускников и школьников к журналистской профессии. И, безусловно, без Игоря Попова и без медиакомпании «Северный город» этот проект бы не состоялся. Мы надеемся, что этот первый выпуск, но не последний. Не хотел бы сейчас раскрывать наши планы на будущее. Но, надеюсь, мы будем набирать новый курс ребят. И, может быть, предложим некий формат для людей, которые не связаны напрямую с журналистикой. И, возможно, уже даже не выпускники, а это взрослые люди. Анастасия Гринько, Андрей Гришков. Новости Северного города. Последние звонки прозвенели и в школах Норильска для почти полутора тысяч одиннадцатиклассников. Впереди у них экзамены, первые из которых пройдут 27 мая. Но школьные звонки для этих ребят уже остались в прошлом. Историей Норильска заинтересовались российские археологи. В этом году они начнут изучать остатки первой норильской часовни и так называемого станка Норильского. Подробности предстоящих работ обсудили на очередном заседании клуба исследователей Таймыра. Собственно, благодаря Китам этой экспедиции состоится. Четыре года активисты организации Станислав и Лариса Стрючковы подавали гранты в различные организации, чтобы привезти сюда археологов. В этом году грант получить удалось. К огромному счастью, вот на четвертый год это случилось. И мы получили сто тысяч, на которые мы сейчас привезем археологов. Жить они будут у нас со Стасом, потому что деньги на гостиницу нету. Макарону, Анна, ламу приносит. Кто будет, да, вот я думаю, что мы тут раскидаем, кто у нас будет археологов кормить. Изучать специалисты будут район, где располагалась первая норильская часовня. Она была разрушена в 30-40-е годы прошлого века. Предположительно, здесь же находился и первый норильский поселок. Примерно там, где в 2012 году установили поклонный крест, его легко можно заметить с воды во время поездки на ламу. Именно при установке креста на холме были обнаружены захоронения, которые заставили обратить на себя внимание ученых. К слову, сами могилы археологи тревожить не намерены. Они приезжают не по ГОСТ раскапывать, это уже они сами будут решать. И, значит, дело в том, что, в принципе, стало понятно абсолютно, что это абсолютно историческое. То есть, как бы, безусловно, надо прийти на то место, где вот, ну, чуть подальше, да, от по ГОСТа, где не по ГОСТу был станок. И там уже какие-то полноценные раскопки проводить, чтобы уже выяснить, действительно, какой-то 18-19 век, или это тот самый станок Норильский, который Критон Лаптев обозначил, да, 1742 год. Первые работы начнутся в конце июня, будут носить разведывательный характер. Полноценные исследования археологи планируют продолжить в следующем году. Егор Тулновский, Иван Усачев, новости северного города. Два резонансных преступления, которые недолго пугали норильчан. Сотрудники уголовного розыска рассказали об эмоциях, с которыми иногда приходится вести дело, и о том, что чувствуешь, когда преступник несет заслуженное наказание. К 75-летию отдела МВД в Норильске мы продолжаем наш новостной сериал. Все обычно начинается вот так. Звонок в дежурную часть, сообщение о преступлении. И на место происшествия выдвигается группа. Что ждет там, заранее знать невозможно. Некоторые дела становятся настоящим вызовом для людей в погонах. Даже потом, в кабинете. О всех деталях непросто рассказать. Конечно, самого сложного это было то, что этой весной было. Виталий Цауня в этом году отмечает уже 20 лет работы в МВД. Но другого такого случая не помнит. Зверское, бессмысленное убийство молодой семьи с маленьким ребенком всколыхнуло Норильск. Даже видавших виды полицейских случившееся задело заживое. Нельзя сказать, что мы уже относимся к этому всему с годами. Что и труп для нас не труп. И чужое горе для нас не горе. Нет, конечно же. Каждого пытаемся услышать. Дойти, как некоторые из наших руководителей говорят, до корня. Пропустить все через себя. Результаты работы. Они иногда, как, опять же, говорят, бальзам на душу. Когда чувствуешь этот результат, от этого с ума и не сходишь. Потому что видишь свою полезность людям. Значит, не зря мы на эту работу ходим. Значит, что-то мы умеем. А результаты есть. На этот результат работали реально все. Исследователи с оперативниками. И обследовавшие каждый сантиметр криминалисты. И участковые, обходившие дом за домом. Квартал за кварталом. И коллеги из края Москвы. Сколько часов пришлось всем работать. Сколько километров и лестничных пролетов отмахать. Сколько дверей постучаться. Все ради одного. Лицо, которое виновно. А мы уже знаем точно, что оно виновно. Оно понесет заслуженное наказание. И это наказание будет необратимо в данном случае. Иногда счет в работе полиции идет на минуты. Так было и с телом мальчика, обнаруженным на улице Толнахской. В ежедневнике Виталия Викторовича есть страница, расписанная от 6 утра того дня до 6 вечера. Признание задержанной. 12 часов и город вздохнул спокойней. Впрочем, резонансными бывают не только убийства. Сколько крови выпивают у людей мошенники. Таких розыск и следствие тоже ставит на место. Молодые, не достигшие 20-летнего возраста, считали себя самыми умными. Они устанавливали эти считывающие устройства в терминалы, изготавливали с помощью самых последних технологий. Дубликаты карт и снимали деньги. Снимали деньги как в Норильске, так и в Краевом центре. Закономерный итог. Они оказались в местах лишения свободы. Защитить невинных, воздать должное преступнику – это важная миссия полиции. А есть еще одна. Дать шанс тому, кто в первый раз оступился. С этой задачей иногда лучше всех справляются женщины в погонах. 25 мая солнечная активность низко, геомагнитное поле спокойное. Днем в городе переменная облачность, местами слабые осадки. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в городе 0,3 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова